Первый рейс международного аэропорта имени Габдулы Тукая был выполнен еще 15 сентября 1979 года. Тогда Ту-134 совершил полет по маршруту Казань-Сочи. Этот день и считается официальным днем рождения аэропорта. Изначальный дизайн со временем претерпел изменения для обеспечения более комфортного времяпрепровождения путешественников. Поэтому за разработку современного оформления взялись студенты Института дизайна и пространственных искусств. К нам обратился аэропорт с пожеланием преобразовать пространства, в которых пассажиры ожидают своего вылета. И мы начали с терминала 1А. Сейчас он уже реализован и функционирует. И на стадии подготовки и реализации проекта уже находится терминал 2, первый этаж, такая входная зона, и второй этаж, зона ожидания пассажирами. Первым проектом, реализованным студентами и их руководителем Еленой Денисенко, стало преображение бизнес-зала SkyLaunch, который расположен на первом этаже в международном секторе терминала 1А. Достаточно продолжительное время была у нас разработка проекта. Мы проводили все стадии согласования. Была разработана изначально концепция функциональной зоны, идеи по цветовому решению. Далее мы приступили уже непосредственно к работе с подрядчиком, который как раз-таки производил работу и выполнял на заказ выполненную мебель, формировал. И мы получили достаточно хороший результат. Можно увидеть реальные фотографии. Они практически не отличаются от визуализации. Многие даже переспрашивают, действительно ли это фото или это визуализация в программе. Новая интересная мебель, дополнительные разноуровневые светильники, металлические декоративные перегородки по авторским эскизам, умелое использование зелени в интерьере. Это и многое другое помогло создать интересные дизайнерские решения. Главной задачей было создать комфортное для ожидания разноплановое пространство, где можно отдохнуть, попить кофе, поработать или побеседовать с друзьями. В терминале 1А у нас сформирована зона из кресел и диванов, где как раз-таки выходят на взлетно-посалочную полосу и на полосу, где ожидают самолеты, стоянка самолетов, что, конечно же, очень формирует предвкушающее ощущение от полета. После успешной реализации оформления международного сектора терминала 1А, дизайнерам из КФУ предложили осуществить ремонт в терминале 2. По-новому будет выглядеть входная зона, а также бизнес-зал на втором этаже. По словам Елены Денисенко, разработкой концепции вместе с ней занималась студентка третьего курса Ксения Кутявина, а с 3D визуализацией проекта помогла архитектор Алина Григорьева. Второй терминал мы изначально планировали только реализовывать именно зону ожидания для пассажиров. И там необходимо было преобразовать пространство, создать группы из мягких диванов и кресел, а также сформировать зону бара, так называемую зону, где можно что-то купить, заказать чай, может быть, немножко перекусить, и зону, где можно было бы поработать. Но впоследствии мы подумали о том, что было бы здорово еще преобразовать и пространство входной зоны второго терминала, потому что уже при входе мы получаем некую такую информацию, там находится стойка регистрации, там есть тоже небольшая зона ожидания, и таким образом мы плавно поднимаем людей на второй этаж, уже в зону ожидания их вылета. В проекте уже существуют различные зоны, комфортные для всех, от самых маленьких до самых больших путешественников. На первом этаже разместится ресепшн и зона ожидания с удобными диванами и креслами, а на втором – бар, где можно будет не только перекусить, но и поработать. Изначально мы планировали достаточно минималистичный стиль. Нам необходимо было соблюсти, во-первых, требования аэропорта по цветовому решению, по брендингу, и поэтому использовали их ключевые цвета. Мы внедряем туда цветовой акцент в виде коричневого, бежевого, добавляем дерево, и таким образом, конечно же, формируем более такое очень мягкое и такое располагающее комфорта пространство. Второй терминал сейчас на стадии реализации, и мы уже в активной работе с подрядчиками для того, чтобы предлагать решение, выбирать цвета и материалы. И я думаю, что уже совсем очень ближайшее время действительно второй терминал будет реализован, и надеемся на то, что в дальнейшем это будет хорошим подспорьем для дальнейшей работы. Дизайнерское решение уже находится на стадии реализации, и в скором времени Казанский аэропорт засияет новыми красками. Алена Мухамедшина, Александр Антонов, Кристина Отекина, Универ новости. Субтитры создавал DimaTorzok